Приветствую вас, друзья! Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги — это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делают не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит — детей, имеющих природное притяжение к искусству. Тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные благо, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком. Открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделают мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!